Интроверт на кухне. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень... Очень трагичная, вместе с тем, очень, наверное, правильная история, правильная тема. Травля в школе. Я уверен, что каждый с этим сталкивался в том или ином виде. И мы посчитали нужным обсудить это всё. И, в конце концов, найти решение о том, как с этим бороться. И сегодня вместе с нами, ну, как обычно, хочется сказать, как обычно, но не всегда обычно, но как обычно, ладно. Исследовательница кино, философ и просто замечательная Елизавета, подожди, подожди, Фандорина. Мне нравится, что ты упорно избегаешь ментива, связанного с философом. Ну да ладно. Да, всем привет! Я как ветеран... Азия, а как правильно сказать? Философка? Можно сказать философиня, мне нравится философиня. Философиня, хорошо, я сегодня сейчас расскажу. Ну, конечно, комментов от этого у нас станет больше. Так вот, я как ветеран буллинга в школе сегодня здесь, занимая позицию не соследовательских позиций, а как раз как человек, который прошёл через вот эту историю. Я видел много гуков в джиме. Ладно, шутки в сторону. Всех приветствую. Привет, Лиза, да, ещё раз. И сегодня вместе с нами вы, конечно же, наверное, хотели бы услышать того самого мачо мэна и послушать... Качка. И послушать его историю. Наверное, он кого-то буллил. Но нет, он не буллил. И нет, его сегодня с нами не будет. А сегодня с нами... Я так затаил дыхание, как будто сейчас... Ва-а-а! Один и нажали, да? Сегодня с нами София Мордвинкина. Она уже с нами была. Она психолог. Наша лектора по психологии, куратор курса психолог. Станьте психологом, да. Правильно ли будет сказать, действующий психотерапевт или нет? Ну, и у меня сейчас нету психотерапевтической практики, всё-таки лектора. И вы это вырежете, пожалуйста, про то, что она не действующая. Привет, София. Привет, привет. И наступила неловкая тишина. Время попить чаю. Итак, на нашей условной кухне, на нашем кухонном обсуждении мы вынесли тему, которая мне часто, кажется, в России и вообще по всему миру обсуждают на самом деле семьи. И не только семьи, а вообще люди, собираясь на кухнях, делясь своим прошлым опытом, это школьный буллинг, как это сейчас принято называть. Ну, а если говорить прям по-русски, то школьная травля. Боулинг. Боулинг, да, школьный боулинг. У нас в каждой школе в России есть боулинг. Итак, дело в том, что, по крайней мере, для меня эта тема очень серьёзная. Я поменяла семь школ за время учёбы, и в младших классах я училась ещё в Санкт-Петербург. Вам так интересно узнать о моей жизни. Вот, и когда я переехала первый раз в втором классе, я попала в школу, где впервые столкнулась с такой историей, как буллинг, потому что до второго класса я вообще не знала, что вообще бывает какая-то травля. Хотя, возможно, я как раз была участником с другой стороны, как потом Соня нам расскажет. Поэтому из-за того, что я была новенькой, из-за того, что я не русская, я бурятка, и это очевидно, на почве этого я столкнулась впервые с буллингом, потом были другие причины. На мне это оставило суровый след. И тут я смотрю, знаете, играет музыка, я как в нормальном фильме смотрю в сторону. Ну нет, я, конечно, работаю с терапевтом, всё это там как-то в себе проработала. Но, тем не менее, пару лет назад вышел сериал «13 причин почему», который меня, естественно, очень сильно задел, потому что срезонировал с тем, что было со мной в школе, и с тем, что я видела в школе, потому что, несмотря на то, что я так громко сказала про ветерана буллинга, таких ужасных вещей, как в сериале, со мной, конечно, не случалось, но я видела девочек, мальчиков, с которыми случались похожие вещи. То есть на моих глазах происходили какие-то очень ужасные вещи. Или я знаю людей, которые в школе булили из-за их ориентации, например, моего друга гея и так далее и тому подобное. То есть вся эта история очень непростая, вся эта история очень сложная. Что меня поразило и что меня подтолкнуло вообще ребят собрать на этот подкаст, хотя мы второй раз подряд психологию включаем, подтолкнула мне фраза моей подруги, знакомой, недавно, когда мы обсуждали этот сериал, она сказала, что вообще же нельзя без травли в школе, это закаляет характер. Те, кто его не проходили, они потом жизни ничего не добьются. И я была в ужасе, конечно, потому что вдруг поняла, что люди делятся на несколько типов. Алан, ты смотрел 13 причин? Почему? Только первый сезон. Ну, и не стоит дальше смотреть. С моего точки зрения второй сезон ещё вот этого мальчика-абьюзера, он оправдывает, и я бы очень не советовала его смотреть, и он вообще уже не очень интересный, они высасывают из пальца его. Время кинокритика включить на секунду. Так вот, делятся обычно так люди, которые смотрели этот сериал, те, кто, ну, тех, кого происходит релейт, как это по-русски сказать, Соня? Простите, я забыла. В этот раз я англичанка. Но те, кто себя ассоциирует с жертвой и искренне сочувствуют ей, и те, кто говорят, какой ужас, кошмар такой, что происходит, я вообще такого не помню. Хотя я уверена точно, что в каждой школе буллинг есть в том или ином виде. Конечно, где-то это жёстче, прям как в сериале, где-то это помягче, но он всё равно оставляет на людях след. Причём, как мне самой кажется, и на тех, кто в школе занимался буллингом, и тем, кто был жертвой, и тем, кто был свидетелем. Соня, теперь твоё экспертное мнение. Расскажи, правда ли, что нужно было пройти школьный буллинг, чтобы достичь успеха в жизни, быть крепким, как орешек, и потом быть ко всему готовым? Нет, это абсолютное заблуждение. Причём обычно так говорят люди, которые сами не подвергались буллингу и либо были агрессорами. Им казалось, что они делают, скажем так, благое дело, они оправдывают так своё поведение тем, что вот я буллил, я только, типа, помог человеку стать сильнее. Очень часто видно такую, как защитную реакцию от человека. Но на самом деле это не закаляет характер, это не формирует какой-то внутренний стержень, и это может крайне патологически сказаться на личности человека. Причём как на самом агрессоре, так и на жертве. И я уже не говорю даже про молчаливого, скажем так, наблюдателя, который смотрел на это на всё и просто, скажем так, давал добро своим молчанием по отношению к буллингу. На самом деле буллинг очень распространённая тема, потому что есть даже официальная статистика, что где-то 50% всех детей не подвергаются буллингу. А буллинг — это не что иное, кроме как физическое и психологическое насилие по отношению к детям. И причём чаще всего, конечно же, мы говорим о психологическом насилии, но физическое тоже имеет место быть. Я думаю, это ни для кого, в принципе, не секрет. Так мы можем говорить, в принципе, о том, что тема эта распространённая и касается абсолютно каждого. Учитывая, что статистика, я так предполагаю, что очень занижена. Ведь, допустим, насмешки или просто дёрганье за косичек, это тоже считается буллингом, это тоже травля. Но дети относятся к этому как к шутке, как к какому-то приколу, поэтому не обращают на это внимания. Мне кажется, по поводу косичек, это скорее родители тебя настраивают, что это вот шутка. Ну типа, да всё нормально. А ребёнку, может, неприятно, потому что вообще-то это твое личное пространство и всё остальное. То есть на самом деле это неприятно. И даже когда у тебя там просто портфель из рук выдёргивают, рюкзак, портфель. У нас не было портфеля, мы ходили с рюкзаками. Я называл портфель почему-то всегда. Но это как бы родители так называют, и ты перенимаешь. Тебе говорят, да ладно, ещё есть это ха-ха, ты просто нравишься этому мальчику. Да, это вообще. Да, то есть, мне кажется, дети внушают. На самом деле дети, как мне кажется, они-то очень чётко, хорошо чувствуют свои границы, и что им приятно, неприятно. Им потом взрослые внушают, что это норма, и они начинают в это верить и сами внушать себе это. А как показать девочке, что она тебе нравится? Сказать, что она тебе нравится? Я не думал об этом. Хорошая премьера. Попробую. Да-да-да, он просто... Мост взорвался. На самом деле, дети чувствуют личные границы в зависимости от того, как их родители приучили чувствовать и расставлять свои личные границы. Ведь некоторые родители не считают, что у ребёнка вообще не есть, и поэтому с детства приучают к тому, что ребёнок должен допускать по отношению к себе всё, что угодно. Они не формируют у ребёнка понимание того, что вот у меня есть личные границы, у меня есть личные предметы, я могу с ними не делиться, я не могу... Я могу не делиться игрушками, я должен отстаивать своё право там делать то, что я хочу. И это тоже такой большой вопрос воспитания, конечно же, который тоже сказывается потом на отношении к буллингу в школе уже. Ну там границы тела ещё, мне кажется, это очень важная история, мне кажется, на постсоветском пространстве у ребёнка вообще нет границ своего тела, не говоря уже о личных вещах, а вообще границы своего тела, такое ощущение, как будто ты полностью родителям принадлежишь. Я не говорю, что так абсолютно везде, но мне кажется, достаточно распространённая история, как вот у меня... У меня круглое лицо, зайдите в Инстаграм, посмотрите, я уже призывала, соли на Никиту, но у меня круглое лицо, и у меня достаточно объёмные щёки, ну то есть я щекастая, хомячок. И в детстве эти щёки вызывали какое-то невероятное желание у абсолютно незнакомых людей подойти и меня за них потискать. Ну то есть я считаю, что это недопустимо, подойти к ребёнку, ну то есть вот так его за щёку потискать, у тебя какая щёчка. Я считаю, что это нарушение его личных границ. Мне в детстве было супер неприятно, и спасибо моей маме, которая вот всегда останавливала это. Но я видела, как общаются с маленькими детьми взрослые, у меня там всякие племянники, племянница есть, и я вижу, что ну вот там плевать им на эти границы, что продолжают идти тискать за эти щёчки, хотя ребёнку-то неприятно, и мы их как будто приучаем к тому, что нормально, вот твое тело, его может кто угодно взять и потрогать. Да, на самом деле отвлекёмся немного от темы буллинга. Вот эти личные границы необходимо формировать ребёнку, потому что ребёнка заставляют обниматься с дядями и тётями, которыми он не хочет обниматься, или заставляют там идти поцелуй кого-то. Не надо заставлять ребёнка, это делать, потому что ребёнок неправильно это воспримет, и это может просто обернуться в какую-то плачевную ситуацию, когда незнакомый человек просто уведёт так ребёнка, потому что родители просто заставляют ребёнка со всеми целоваться, это считается нормой условно, это, конечно, плачевно. А где границы? То есть я согласен, я сейчас начал вспоминать своё детство, я сейчас, наверное, слезу пущу. Я помню, как мне говорили родители, иди поздоровайся, иди поздоровайся, иди поздоровайся. Но с другой стороны, я сейчас понимаю, что мы же всё равно находимся в социуме, и здороваться там за руку, как обычно мужики, мужчины здороваются. Как мы с Таланом здороваемся. Мы с Таланом, как мужики здороваемся, если вы не знали. Ну вот, типа за руку надо пожать руку обязательно. Это с детства у меня заложено, что если ты даёшь руку, надо прям сжать сильно, типа показать свою силу. И мне говорили, иди поздоровайся. И сейчас я понимаю, что с одной стороны это неправильно, а с другой стороны, а как тогда социализироваться правильно? Где эта граница, где правильно, где неправильно? Слушай, ну тебе говорили, там, и поцелуй бабушку или что-то такое? Было такое дело. Ну вот мы скорее про вот это, чем про поздоровайся. То есть про... Про телесный контакт больше. Да, про телесный контакт. Хотя я думаю, это мужская социализация у нас здесь, что вот это пожимание до хруста. У девочек тут, конечно, немножко другая история. Чаще всего, чаще всего опять. Мы говорим про какой-то более самораспространённую кондициональную историю. Ну вот, но опять же я считаю, что если мальчику не нравится вот так вот здороваться за руку, то не стоит его заставлять. Просто можно сказать здравствуйте, учить его вежливость. Вот, например, я знаю молодых людей, которые так не здороваются, потому что им не нравится. Говорит, я не хочу, типа, за руку или человека трогать. Типа, зачем? И действительно, зачем, если человеку не хочется? Конечно, заставлять себя абсолютно не надо. Надо приучать. Ну, то есть родители должны с детства приучать ребёнка, чтобы он понимал, он хочет что-то делать, а что-то не хочет. То есть выстраивать границы, выстраивать своё поведение, исходя из своих желаний каких-то или неприязней, наоборот, к человеку. Если мы, допустим, видим, что ребёнок начинает неадекватно реагировать на прикосновения бабушки, дедушки кого-то, мы должны не ругать ребёнка за то, что он не хочет целоваться с каким-то человеком или обниматься. Мы должны спросить, что не так. Почему ребёнок вдруг не хочет? Вдруг какая-то проблема? Потому что это может быть сигналом того, что что-то идёт не так. Вдруг пахнет изо рта у бабушки. Вдруг. Я тут, конечно, как обычно со своей чернухой, простите, но вообще тут стоит вспомнить ещё о том, что, ну, я понимаю, что я сейчас такую тему поднимаю, которую никому не хочется знать, но мы знаем, что есть статистика изнасилования детей внутри семи, там, дядями, ещё кем-то, то есть вот такая история. Если ребёнок так реагирует, то значит, ну, есть на что отреагировать, то есть не всегда это обязательно так должно быть, но вообще-то во многих случаях уже эти сигналы были, когда эти случаи потом рассматривают. Особенно, когда резко, извини, особенно, когда резко меняется поведение, у ребёнка всегда надо обращать на это внимание. Да, и ещё, смотрите, тут очень важный момент, я не знаю, мне кажется, Алан, ты, наверное, ну, то есть немножко более далёк от этого, но, по крайней мере, девочек всегда учит вот терпеть вот это всё, а потом я очень много от своих подруг слышала, и внутри меня самой был такой блок, когда начинаются какие-то нежеланные приставания, вот там тебя за коленку трогают, за руку, очень часто, или от жертвы изнасилования, они говорят, я просто замерла, ничего не могла сделать, я говорю, а что ты не отбивалась, а потому что тебя с детства учат терпеть, ну, то есть, и у тебя нет границ собственного тела, и ты замираешь. В моей жизни были случаи, когда ко мне приставал молодой человек, и я такая девушка боевая, ну, то есть, я могу и послать человека, и вообще грубо, грубо как-то поставить границу, но это не сразу произошло, то есть, мне тогда было 16 лет, и я была в ужасе, что мне делать, типа, и вот, ну, как бы какое-то время прошло, прежде чем я скинула руку, сказала точно, и чётко нет, но я знаю кучу своих подружек, которые менее, ну, скажем так, темпераментные, как правильно, Соня, такие более агрессивные, менее агрессивные. Менее агрессивные. Ну, менее агрессивные, да. Сободолюбивые, как угодно. В отставивании своих границ, они могли терпеть это прямо до последнего, хотя им было больно, неприятно, там, типа, не знаю, жутко, они терпели, потому что, ну, вот, в них не воспитали границу собственного тела, им приходилось прямо через внутреннее, прямо, выворачивание себя этому учиться, ну, то есть, ха-ха-ха, там, когда тебе, не знаю, условно, у нас, слава богу, такого нет, у нас здоровый коллектив, по заднице шлепнул начальник, и ты такой, ха-ха-ха, это всего лишь шутка, но вообще, это всё оттуда идёт, на самом деле, с детства. Вы сейчас сказали про детство, у меня сестрёнка 7 лет, я довольно редко с ней вижу, когда прихожу, я сразу же, ну, как обычно, обниму, подниму, переверну, раскручу, ну, вроде она смеётся, вроде ей весело, вроде бы, вроде бы, да, но если плакать начнёт, переставай, да, пожалуйста, или попросить, скажет нет, Алан, когда тебе говорят нет, кто угодно, пожалуйста, останавливайся. Ну что, бахнем чайку. Мы отошли в сторону, да, мы отошли в сторону, давайте вернёмся к теме буллинга, ты говорила вот о том, что психологический буллинг, физический буллинг, и чаще всего, конечно, психологический встречается, вот, скажи, понятное дело, что физический буллинг, я думаю, тут прям проговаривать не надо, думаю, тут всем понятно, что происходит, а вот поподробнее с психологическим буллингом, потому что мне кажется, есть какая-то тонкая граница, когда ты говорила про косички, а вот что ещё? Оскорбления, сплетни, всё, что касается... Сплетни, это не буллинг! Сплетни, кто-то выдвигает, то есть учёные говорят о том, что сплетни, это всё равно считается как травлей и буллингом, потому что они влияют на нашу психику в любом случае, причём негативно. Сплетни обычно носят негативный характер, и это тоже такое, как негативный фактор в формировании личности. Ну вот будем с тобой обедать в следующий раз и не буду рассказывать, что у нас в кабинете происходит. На самом деле, психологический буллинг это в основном манипуляция, то есть манипуляции, все они имеют такой же эффект, как у буллинга, то есть это просто изменение поведения, отношения человека по отношению к чему угодно, либо к какому-то другому человеку, то есть это негативные, всегда нездоровые методы влияния на человека, ребёнка, кого угодно. А я, наверное, поделюсь своей историей, связанной с буллингом. На самом деле, мне кажется, помимо двух вот этих сторон, где агрессор и где жертва, есть ещё третья сторона, как наблюдатель. И мне кажется, мало кто об этом говорит, но это тоже часто является, тебе неприятно это смотреть, а ты находишься в состоянии, что ты ничего не можешь сделать. И у тебя такое беззащитное состояние, бессильное, и от этого тебе становится очень плохо. Я был по разные стороны баррикад, я тоже, как ты, Лиза, могу считать себя ветераном этого, я также сменил шесть школ. Да, мы с тобой. Знаешь, правда, сейчас как будто бы, сейчас прошу прощения, что перебиваю, но давайте я шуткой смешной какую-то тяжёлую тему разобью. Психика пытается самоочиститься от воспоминаний. Была у меня знакомая, она встречалась с молодым человеком, у которого вылил дедушка немцем. Вот. И у неё отец такой патриот, очень Россия, он ещё военный, то есть вы понимаете, какое отношение там в семье, а он ещё сам мальчик из, дедушка у него из Калининграда, то есть вы понимаете, это прям немцы-немцы. И вот она приводит его, а мальчик вырос в России, то есть он абсолютно русский, по культурному восприятию, по как-то... Россиянин. Менталитету, россиянин, да. Он приводит его, значит, она домой знакомится. И вот, а тут накануне 9 мая, и, конечно же, спрашивает его отец, а что, твой дед-то воевал? Он такой, да, воевал, но не на той стороне. Это к шутке про то, что мы были оба ветеранами, но кто на какой стороне буллинговых войн из нас был. Да, да. Правый полушарий интроверцы с большим уважением относятся к ветеранам, к 9 мая. Конечно. И мы считаем, что это великий подвиг русского народа. То есть, действительно, ситуация реальная и, на самом деле, грустная. Ну, то есть, мальчику тяжело социализироваться было. Кстати, его булили за то, что у него немецкие корни в школе. Ничего себе. Каждый май, потому что, представляете, немецкая фамилия, а учительница постоянно говорит, типа, вот эти немцы, эти немцы, и все знают, что он немец. То есть, это тоже психологическое давление. Ну, да, я продолжил свою историю. Так вот, я сменил за свою жизнь 6 школ. И где-то я был на стороне силы, где-то я был на стороне слабых. Особенно это тяжело воспринимается, когда я из, так же, из многонациональной семьи, где отец у меня осетин, с Кавказа. Там вообще в основном это культ силы. И ты должен всегда проявлять свою силу на ментальном, на физическом уровне. Это очень тяжело находиться под таким воздействием. Причем, я не виню отца, он сам сформировался в таком же обществе. Но я расскажу именно пример, когда я находился в школе около месяца, из которых я потом сознательно ушел. Я приехал туда, это был седьмой класс, да, начало седьмого класса. И я как-то так случайно попал, была большая школа, причем довольно неплохая, там были абсолютно разные слои. И я попадаю почему-то, не помню почему, в элитную компашку. Случайно. Просто как-то так получилось, что я попал в элитную компашку. И на протяжении месяца я наблюдаю, как они, ну, издеваются, откровенно издеваются над другими учениками. И я в этот момент нахожусь на том состоянии, где я не хочу издеваться над этими учениками. Но я не могу уйти от этой элиты, потому что мне будет плохо. Я ничего не могу сделать. Я хожу вместе с ними, слегка так посмеиваюсь над какими-то вещами, но мне внутри неприятно. И через месяц я просто уже был обессилен от этого. Я настойчиво попросил родителей, я хочу в другую школу. Я не мог находиться в таком состоянии. Мне кажется, про таких людей, ну, про серединных людей мало кто говорит и мало что в этом направлении делается, потому что в основной массе серединных людей больше. И если они вместе будут понимать, что делать, у меньшинства агрессоров не будет столько силы и влияния на меньшинство слабых. Нет, на самом деле, действительно, вот молчаливым наблюдателям уделяет довольно-таки мало внимания. Все говорят про агрессоров, про жертв, очень много про это есть литература, научных статей, а про наблюдателей мало, но они являются, скажем так, третьим звеном в этой цепочке. Они очень важное звено при этом, потому что наблюдатели допускают это всё. Они соглашаются на то, чтобы кого-то травили, кого-то там, возможно, избивали даже. Они не препятствуют этому, и тогда агрессоры понимают, что стила как бы у них, что люди за них. И вот эти вот множество видео, допустим, где происходит какая-то драка, и стоит куча людей, которые просто смотрят, то есть агрессоры просто понимают, что эти все люди, им это нравится, они допускают это всё, и это им, скажем так, даёт больше мотивации. Да, да. И это самая, скажем так, такая неправильная позиция быть просто наблюдателем. Всегда лучше действовать, чем не действовать в любой ситуации. Предлагаю по чайку. У меня вопрос по поводу действовать, не действовать. Да, есть же там смолчливо, согласие происходит, войны. Опять же, вернёмся к теме фашизма, нацизма, то есть опять же, люди соглашаются, соглашаются, а потом все эти гайки закручивают. Сначала мы одни меньшинства, ну, в общем-то, вычёркиваем из общества, потом другие, потом третьи, и так вот, в общем-то, такие режимы ужасные происходят. У меня другой вопрос, мы поговорили про наблюдателя в первую очередь, и мне хотелось бы поговорить про жертв, потому что очень часто от тех, кто булил в школе, у меня есть знакомые, которые занимались буллингом в школе, они, вот мне хотелось бы потом к ним перейти, потому что там тоже своя история, они говорят, ну, они же сами напрашивались, вот, ну, сам человек напрашивается, вот, что такое victim blaming идет. Я как человек, который попадал под буллинг, вспоминаю, да, у меня был не супер, наверное, характер подарок, но не то, чтобы я прям ходила с мишенью на спине, хотя, если как-то новенький переходишь в средний год, а ладно, ты, конечно, сразу у тебя приклеивается эта мишень, типа, на спину, особенно, если ты попадаешь в школу, где либо все богаче тебя, либо, наоборот, эта школа, я как-то раз училась пару раз в школе, где, скажем так, я никогда не жила в семье с каким-то огромным достатком, ну, там прям вот такие дворовые пацаны, где никто не скрывает, кто здесь местный смотрящий, кто что, ну, как бы, где стрелки, я участвовала однажды в стрелке, да, где стрелки забиваются, я посидела на дереве ее, очень высоко забралась, лезть потом не могла долго, вот, ну, то есть, особенно, если ты выбиваешься из социальной какой-то группы, вот, или, как в случае со мной было, или Аланом, я выбивалась, ну, просто чисто этнически, в общем-то, дети, они повторяют слово родителей, слова учителей, и в более агрессивную форму, так вот, ну, часто жертвами становятся вполне себе обычные дети, ну, то есть, вполне себе обычные дети, и у меня вопрос, что это за жертва, ну, то есть, вот, как она выбирается, почему именно какой-то определенный человек становится жертвой буллинга, понятное дело, что если ты вдруг какие-то нормы попираешь, и, например, ты молодой человек, который приходит в школу, ну, по крайней мере, в моей школе, это в одной из моих, во многих моих школах этого было достаточно, ты приходишь с цветными волосами, и как-то модно одеты, всё сразу понятно, кто ты, как тебе надо дразнить, ну, Алан, ты понимаешь, да? Конечно. Там, с цветными носками, всё, ты что гей, ха-ха-ха, и вот это всё остальное, нервный смешок Алан. Вот, или ты девочка, которая не проявляет там конвенциональную феминность, сразу тоже оскорбление в твою сторону, но, тем не менее, давайте вспомним фильм «Чучело», как раз недавно его пересматривала по работе, главная героиня, она же суперобычная, ну, то есть, да, она чуть беднее, чем все остальные, но она прям не выбивается как-то сильно из коллектива, почему же жертвой становится такой человек? На самом деле, жертвой может стать абсолютно каждый человек, то есть, у меня даже были случаи, когда я стала жертвой буллинга только потому, что я коротко подстригла волосы, то есть, причина была незначительная абсолютно, и просто человек выделяется из толпы, это первая причина, почему его могут выбрать как жертву буллинга, при этом, обычно жертвы, они более скромные, тихие, у них нет каких-то ярко выраженных агрессивных тенденций, то есть, это человек, которым спокойно можно управлять, по отношению к которому можно спокойно применять этот буллинг, и более того, они на него реагируют чаще всего, то есть, как при любых манипуляциях, как при любом насилии, агрессору необходимо увидеть реакцию, когда он видит реакцию, это его подпитывает, поэтому жертвы обычно дают эту реакцию, они начинают там плакать, еще что-то, если, допустим, воспитать в ребенке то, что он будет как скала, агрессору перестанет быть интересно со временем. Ну, не знаю, я видела случаи, вот когда училась в школе, что мальчика, который был такой тихий и забитый, ни на что не реагировал, другие мальчики все равно продолжали булить, и тут я, честно скажу, не вмешивалась, потому что, если в разборке с девочками я еще могла как-то вмешаться, то здесь это еще был параллельный класс, то есть, у меня еще была же там такая идея справедливости, у меня были живы, у меня вспомнилась сейчас история, в четвертом классе, как раз, когда я был на другой стороне, на более стороне силы, до одного мальчика докапывались, я это знал, и там старался его защищать как-то, и в какой-то момент обернулось, знаете, каким образом, что он на меня начал гнать, что я на кого-то агрессирую, защищая его, то есть, он, я не знаю, как это, Стангольдский синдром у него проявился в четвертом классе, то есть, будучи ребенком, он стал на защиту тех, кто его притеснял. Ну да, очень часто ведь жертва, она начинает испытывать симпатию к своему агрессору, начинает оправдывать его действия, это просто как защитный механизм нашей психики, по сути, это просто жертва настолько подавлена, что она воспринимает агрессора как нечто доброе. Более того, жертва может считать позицию агрессора классной, хорошей и перенимать ее во взрослой жизни, то есть, очень часто жертвы в будущем становятся агрессорами сами, то есть, там, тиранами, начальниками или тиранами... Маньяками, убийцами. Ну, не настолько, но очень часто, потому что она ассоциируется с силой, с тем, что агрессор все получает, у агрессора все получается, он добивается своих целей, и жертва просто перенимает эту модель поведения. А я думаю, все еще видели, знаете, такие компании, они складывают в старшеклассах, но они могут существовать там до бесконечности, как, знаете, бывает на играх от 0 до 99+, вот, до бесконечности, когда есть вроде компания, она сбитая, о, отличный пример, Гарри Поттера, которого все читали, наконец-то в этой комнате все читали Гарри Поттера, Никита, вот, мы к концу серии, что одна из плюсов книги, видим, что на самом деле это отец Гарри и Сириус, они-то были буллерами в школе, то есть у нас был при этом молчаливый наблюдатель Люпин, и он там даже проговаривает в книге, я им слишком много разрешал, слишком много молчал и стоял в стороне, и поэтому это моя вина тоже. И есть как раз жертва неочевидная, это Питер Пятигрю, который потом становится агрессором, который потом предает их, который потом обществуется злодеем. Так вот, мы видели, ну, каждый видел эту компанию, она и для мальчиков, и для девочек характерна, и для смешанных компаний, что есть вот какой-то условный, какая-то условная персона, которую все высмеивают постоянно, унижают, дергают, но он зато в компашке крутой, или она в какой-то компашке. Да, такой лох среди элит. Да, и ты такой смотришь на это и думаешь, а стоит ли это того, но человек доволен. Ну, конечно, он находится якобы в самой сильной позиции. Он считает, что раз эти люди выбрали его, значит, он тоже такой же крутой. То есть это как будто сниженная критика у человека к тому, в каком положении он находится. То есть такие люди, они понимают, что их унижают, но они считают, что это, наоборот, здорово и круто. То есть они, у них такое, как иллюзорное представление. У школьного буллинга. Да. То есть это действительно люди не могут до конца оценить свое положение. Они просто видят, вокруг меня крутые, значит, я тоже крутой. А на самом деле он является там условно мальчиком для битья в этой компании. Но он не может по-настоящему это понять, осознать и, ну, принять даже. Я видела много разных историй с буллингом, которые со мной были, там, от закидывания камнями до каких-то манипуляций психологических, там, подмен тетрадок, воровства твоих вещей. Я могу долго, на целый подкаст хватит истории из моих школ, на самом деле. Ну, у меня была достаточно жесткая именно первая школа, в которой училась. А вот последняя, в ней там была компашка таких же, ну, вот людей с похожими интересами, которые как-то были, как класс разрозненный, в том плане, что класс был собран в 10-м классе для подготовки к университету. Это уже питерская история. И все очень быстро разбились на своей компашке, все были слишком заняты уже своей жизнью, у всех уже были свои друзья к тому моменту. Ну, то есть, это не 10 лет, знаете, я думаю, вот у нас салом история про переход из школы в школу травматичный, но вот знаешь, я слушала историю про людей, которые 10 лет учились в одном коллективе, где они находились не на самом лучшем месте. Я думаю, вот знаешь, это еще хуже, это еще сильнее травмирует, мне кажется. Вот, особенно когда он там до средней школы был в крутой компании, а потом его выкинули в старших классах, все, там травма на всю жизнь человека. Ну вот, и оказалось, я потом уже через несколько лет после окончания школы, когда встретилась со своими бывшими одноклассницами, ну вот так получилось, узнала, что девочки из параллельного класса, они пытались меня булить, потому что я была онимешницей. У меня были, ну, учтите, конец 2000-х годов, у меня были белые серые волосы, я носила цветные линзы, всякие бантики, такой по тамблеру герлс, современный вариант, то есть, ну, это сейчас так-то уже нормально, а в 2009-м году, в 2010-м, это было странно, ну, правда. Вот, я вся была такая, занималась косплеем, была такая анимедевочка, у меня был там ник вместо имени, повешен где-то на соцсетях, вот, и они пытались высмеивать меня, когда я прохожу мимо них по коридору, как-то что-то подобное, что-то там выкрикивать, но я была тогда настолько погружена в 11-м классе в ужас перед ЕГЭ, университетом, плюс у меня там свои проблемы были какие-то личные, личного характера, что я этого не заметила, они мне даже что-то на стене писали, ВКонтакте был, битбуллинг, кибербуллинг, кибербуллинг, да, дуров, верни стену, вот, ну, воспринимала, что-то написали, я не врубала эти шутки, оказывается, они какие-то прозвища придумали, я просто не врубила, думаю, ну ладно, и потом я уже через несколько лет узнала, что это, оказывается, был буллинг, но я прошла в суровую школу, своих предыдущих школ, да, и даже этого не заметила, и я такая, пфф, у нас-то в Вьетнаме, ну ладно. Смотри, у меня есть немного похожая история про странный буллинг, странный буллинг, странный буллинг, очень странный буллинг. На самом деле, я в тот момент был в таком замешательстве, я не знал, как себя повести, это был, ну, я 10-11 класс заканчивал экстерном за один год, и там собралась абсолютно разная такая разношерстная компашка, кто хотел быстрее в ВУЗ поступить, кто спортсменом был, кто еще, какой-то молодой гений, или еще кто-то, абсолютно разный, и, ну, как я ранее рассказывал, я очень много читал, и, соответственно, на уроках литературы я очень много там тянул руку, общался с преподавателем. Выпедривался. Ну, можно и так сказать, хорошо. Я помню этот момент, когда, вы знаете, вот представьте себе, как вот стереотипный спортсмен, вот во всех отношениях, стереотипный спортсмен. Подожди, это что, Никитос, что ли, качок? Нет, вот именно... Это шутка была, шутка. Просто если ты не знала, Никитоскачок, я знаю. Да, послушай наши выпуски. Так вот, подходит, у него даже вот наполовину передний зуб там отломлен, он прям вот стереотипно-стереотипный, такой накачанный, такой богатенький, спортсмен, ага-ага-ага, популярный. И он подходит ко мне как-то на перемене и спрашивает меня, Алан, а ты что, реально все это читал? Ну да. И смеется надо мной. Я стою в замешательстве, потому что... Кто кого унизил? Да, вот именно. Типа, ты считаешь, что ты меня унизил? Серьезно? Я думаю, это я тебя сейчас просто своим ответом унизил? Я стоял просто, и он ушел, и я реально, я где-то минут пять не мог осознать, что сейчас произошло, как вообще реагировать на эту ситуацию. Ну Алан, ты лох, книжки читаешь. Да. Это было для меня очень странно. До сих пор не понимаю, как правильно надо было отреагировать. Нет. Я вообще не знаю, коррегировать на буллинг. Мне в седьмом классе одноклассники на полгода устроили бойкот, с нами полгода никто не разговаривал, кроме учителей в школе. Мне даже предлагала маме перевести в другую школу, но я из принципа ее хотела остаться там, у меня были принципы, теперь думаю, зачем? Ну да ладно, но суть в том, что удивительным образом потом все эти люди стали со мной дружить в старших классах, и я такая, и вот вам ничего не жмет, ребята. Да. Ну что, бахнем чайку. Я тоже не очень знаю, как на буллинг реагировать, вот у меня реакция, мне кажется, вот вся эта история с буллингом, куча была всяких историй, выросла такая, что я, к сожалению, немного черствая по отношению к тому, когда другие люди эмоционально, на что-то слишком эмоционально реагируют. Вот я расскажу ситуацию. Да, я тебя понимаю. Да, у меня была подружка, и на нас наорал охранник. Ну, просто мужик какой-то нас наорал, нам было по 21 году, что-то такое, ну, то есть, мы вроде уже взрослые, но всё ещё это там какая-то невероятная зрелость. И он у нас наорал, а я такая, мужчина, ну, я вижу, что он орёт, но я жду, пока он проорётся, потому что бесполезно. Я стою, жду, жду, жду. Потом такая, мужчина, давайте решим всё, давайте, давайте, всё. Типа, потом я ему достаточно агрессивно ответила, мы с ним выяснили всё, а она рыдает всё это время. Я говорю, слушай, что ты рыдаешь? Ну, в смысле, он даже нас не оскорблял, он просто орал, ну, орал, что мы что-то там никуда-то не туда зашли, ну, что-то вот подобное, там с билетами была какая-то фигня, он на нас сорвался. Триггернул на вас. Ну, да, да, ну, я, ну, мужика была тяжёлая работа нервная, он у нас наорал. Я в итоге подождала, пока он проорётся, с ним поговорила, ну, мы спокойно пошли дальше. А она рыдает, и она потом весь вечер такая, я не могу, я не могу, но мне никто никогда в жизни не кричал. Я такая, а что можно было дожить до 20 лет, и чтобы на тебя никто никогда не орал? Я такая, вау, а что, так можно было? Я в тот момент поняла, что я, наверное, слишком чёрствая, потому что какие-то вещи мне стали казаться нормой, и это вообще неправильно, нужно быть более, быть более мягкой. Да, да, из этого у меня сейчас складывается вопрос. Я с тобой согласен. Переходя из разных, в разные школы, реагируя на разные ситуации, ты стал как будто чёрствым, и я буквально сегодня с утра читал статью, одну статью, я смотрю UFC, бои без правил. Там есть один, один боец, просто это никак не влияет на историю, один боец, который из Камеруна, который стал в довольно взрослом возрасте, бойцом, собственно. Он из Камеруна, он был из нищей семьи абсолютно, и он работал на каменоломне с 10, что ли, лет. И его окружение, его сверстники его оскорбляли. Оскорбляли, и как бы, ну, не то, что, не всегда оскорбляли, иногда пренебрежительно относились, нищий там с тобой. Да, ну, понятное дело, ситуация нездоровая, 10-летний ребёнок на каменоломне. Да, да. И он тогда, он в статье говорит, он, я тогда сказал себе, я докажу всем, что я смогу. И сейчас он, там, в шаге от чемпионского титула, он довольно известен в своих кругах, зарабатывает огромные деньги, и иногда приезжает туда, чтобы вспомнить эти эмоции, насытиться этой энергией. То есть может быть всё-таки хорошо, если нас булилили. Но это же ошибка выжившего. Один человек получил какую-то пользу, да, якобы, от этого буллинга, от этих негативных эмоций, негативных воспоминаний. А сто других, наоборот, получили множество психотрамм, замкнулись в себе, и испытывают сейчас большие трудности в реализации себя, в реализации своего потенциала, и в принципе, в восстраивании отношений с людьми. Это просто ошибка выжившего строить, скажем так, говорить про всех на основании одного случая. Ну, типа, как Стив Джобс, который бросил в ус. Да, 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 очень любит говорить, типа, вот он бросил в ус, я тоже брошу и всего добьюсь. Нет, это ошибка выжившего. Сколько у вас знакомых, которые бросили в ус и ничего не добились? Очень много. Хотя нет, у меня есть пара, у меня есть знакомый, который добился всего, и я вот думаю, всегда смотрел на него. Ну, квартиру себе купил, знаете, чувак уже квартиру себе купил. Ну, неплохо. Да, да, но он один такой, я знаю много примеров, которые не добились. Это знаешь, как если ты родила в 16 и добилась успеха, это не значит, что нужно срочно бежать и рожать. Крутой вопрос, Лан, и хорошо, что я сказала про шубку выжившего, потому что, мне кажется, нам сейчас в пример ставят, вот, человек там, ходил 15 километров до школы, всё равно закончил Оксфорд, это ты не можешь потянуть математику, это как раз вот то, что часто нам тоже внушают, и это неправильно. Кстати, да, и от этого, когда тебе ставят в пример, что, ну вот смотри, у него и этого нет, у него вообще всё плохо, но он выжил, он смог, он добился, всё. Слушай, ну, значит, я ничтожеств, ну, значит, я неправильный какой-то. Я совсем дно, типа, у меня есть пол, на котором я сплю, а я даже не могу в Оксфорд поступить. Предлагаю по чайку. На поводу агрессора, потому что, если смотреть второй сезон, 13, всегда путаю, сколько этих причин, почему, то там начинают раскрывать агрессора, и это очень такой сезон сериала, который вызвал очень-очень много обсуждений, в том числе, вот как раз с психологической точки зрения, что многие, и я в том числе, я поднимаю руку, вы не видите, опять Лиза, визуализация подкаста, пишу, что я делаю словами. Считаю, что они перетянули эту историю, показав нам, что он жертва, и таким образом как будто обесценил историю ту девочки. То есть, есть много прекрасных примеров в кино, есть, например, сериал As Is For Family, значит, семья, где классно показано, что на самом деле абьюзер школьный часто находится в пипец каком ужасном домашнем часто положении, но при этом не обесценили той дичи, которую он в школе творит. И таких примеров много. А вот Реанс Причин Почему, ну, самое свеженькое, оно показывает нам, что он там чуть ли не какая-то ангельская душа, его чуть ли не... Там жертва обстоятельств. Да, жертва обстоятельств. Вот просто я вот совершенно случайно взяла и испортила жизнь девушки этой, которая потом вот совершила... Не будем, ладно, совершила все эти вещи, не будем спойлерить тем, кто не видел, а то нам уже написали лучший сериал Десятилетие, помнишь, у нас был как раз, писали. Там спойлеры, я такая, ну, очевидно, там будут спойлеры, так и называется. Десятилетие. Да, десятилетие. Вот, так вот, не буду теперь спойлерить. Расскажи, пожалуйста, про психологию агрессора и какие люди очень часто идут в агрессоры и почему. И вот какие люди часто присоединяются именно активно, не как вот Алан стоял и смотрел своими мажорами, а именно активно присоединяются к агрессору. Ну, давайте сразу скажу, что как нету одного вида жертв, так нет одного вида агрессора. Многие, ну, скажем так, есть те факторы, которые предрасполагают. Очень часто, когда у ребёнка неблагополучная семья, особенно если родители с зависимостями, там, алкоголики, наркоманы, ребёнок может вырасти, опять-таки, агрессором, то есть он свою злость на этот мир, на своих родителей выпускает, скажем так, на своих одноклассников. Но, опять-таки, хочу сказать, что агрессоры чаще всего сами, у них формируется девиантное поведение во взрослом возрасте, они предрасположены больше к зависимостям, к различным. То есть кажется, что они такие сильные и всемогущие, но на самом деле они страдают наравне с жертвой в будущем, потому что это их агрессивное поведение, оно всё равно не является здоровым. То есть обычно, конечно же, у ребёнка, особенно если это маленький ребёнок, который так ведёт себя по отношению к своим сверстникам, к своим одноклассникам, у него есть какие-то травмы в семье, может быть, это агрессия по отношению к нему в семье. И то есть он видит, что это просто взаимодействие между людьми, и он тоже может так взаимодействовать. На него оказывают давление и манипулируют в семье посредством, допустим, физического насилия, и он также хочет оказывать давление, манипулировать людьми тоже этим способом. То есть это просто всё на самом деле идёт из семьи. Такого, что ребёнка воспитывали хорошо, в здоровой обстановке, и он стал агрессором, встречается, но очень редко, и мы уже говорим о каких-то патологических особенностях личности. Хорошо, а вот у меня вопрос к присоединяющим. Сейчас расскажу историю. В моей школе третьеклассники, ну то есть это достаточно маленькие дети, то есть там не подростки 15-16 лет, они взяли полотенце, ну девочка была, которая выбивалась из класса, как-то она не вписывалась, они взяли её полотенце, ну там младше класса, вы знаете, ещё такое полую, там типа, ну по крайней мере в той школе, где я училась, ещё там были личные умывальнички, что-то такое, ну вот как-то так это было, вот, и они её полотенце помочили в унитазе, ну там была просто вода, если что, кондензационная, но всё равно, повесили, оно высохло, но она этого не заметила, она им вытерлась, и они стали называть её, простите за, не знаю, считается или несудивной речью, засыхой, вот, и стали её за это дразнить, в итоге девочка ушла, потому что её прямо очень сильно, очень-очень сильно её замучили, и это третий классник, я всегда была в шоке от того, насколько вот маленькие дети способны на, вот я от подростков как-то ожидаю этого, а вот от маленьких детей ты не ожидаешь такой жестокости, и вот у меня вопрос, ну был человек, который это придумал, у которого дисфункциональная семья очевидна, а с остальными-то что, которые поучаствовали и протолкнули эту идею? Ну, давайте рассмотрим этот вопрос, скажем так, посмотрим правде в глаза. Многие семьи можно считать дисфункциональными, агрессия по отношению к ребёнку считается у нас нормой воспитания, считается, что ребёнок не понимает тихой речи, от многих родителей такое можно слышать, что физические наказания там, это вообще классно и здорово, поэтому вопрос, почему ребёнок так решил действовать, тут тоже как бы мы можем предположить, что у него в семье такое было. Почему присоединяются опять-таки человек ищет себе защиту, он хочет оказаться, скажем так, в хорошем положении, защищённом в обществе, в которое он попал. И у него складывается дружба с этими агрессорами, и он просто как бы присоединяется к ним, потому что ищет такого защищённого положения. Возможно, ему просто понравилось тоже это делать, потому что, опять-таки, он знает, что это допустимо. Чувство власти ещё. Да, конечно же, это чувство власти, которое тоже очень каждый хочет испытать, вот это вот, особенно, невротическое стремление к власти уже в подростковом возрасте часто проявляется, когда ребёнок начинает там доминировать над всеми. Если ему дадут хоть какую-то маленькую власть, там, допустим, рассадить всех по партам, это же начнётся просто ужасные какие-то вещи творится. Несмотря на то, что это ребёнок, это какая-то маленькая просьба. Вот чувство власти тоже очень влияет на поведение человека. Ну что, бахнем чайку. Я хочу здесь немножко продолжить, потому что вот вы говорите о маленьких детях, и ты, Лиза, говоришь, что тебя это удивляет в маленьких детях, а меня, наоборот, удивляет во взрослых. Я объясню. То есть мы сейчас больше говорили про детей и про школьный возраст, а есть ещё вузы, а есть ещё армия. Я отслужил один год. С 23 февраля. Да, да, да. Ну, в смысле, редко кого... Ну, я поздравляю только тех, кто служил, и вот... Я тоже так. Поздравляю. Я считаю, поздравляю тех, кто не служил, это как-то грустно, глупо. Так вот, там возраст у нас был от 18, естественно, до 26 лет. Абсолютно разные по возрасту люди, но для меня это было действительно удивительно, что... И я понимаю, какие сейчас... Вот почему матери боятся своих сыновей туда отводить, потому что абсолютно такая же система. А люди, казалось бы, сознательные, когда уже всё вот это должно пройти, и уже ты понимаешь, что плохо, что хорошо, нет. Такие же оскорбления, такие же унижения, такие же обиды, такие же способы манипулирования. И, естественно, это на физический уровень передаётся. То есть, и бьют, конечно же. Конечно же, можно сказать, что это всё идёт от вышестоящего руководства, то есть офицеров. Ну и на самом деле, ты когда встречаешься, я просто был, служил там, где параллельно с нами в одной части были курсанты. То есть, это люди, которые поступили как в ВУЗ на курсанта, и как они, я смотрел на это всё, я понимал, почему офицеры такие. Потому что у них внутри то же самое, там в сознательном возрасте тебя обучают таким же элементом манипулирования, оскорбления и всего прочего. Там через, не то, что каждое слово, мат, там слово через каждые три, мат. Мне хочется сказать, что на самом деле буллинг больше всего распространен в школах, в военных структурах и в тюрьме. То есть, такие три вещи, где больше всего мы можем наблюдать буллинг. Ну да, давайте про тюремный буллинг только не будем. Всё равно просто это интересная закономерность. Да потому что везде люди заперты друг другу, ничего сделать не могут. Мне кажется, в ВУЗе буллинга меньше, потому что, во-первых, вы проводите там меньше времени с друг другом, а во-вторых, вы свободнее, ты можешь прогулять, очислиться, перевестись, и, в принципе, тебя не... Ну, по крайней мере, мой опыт очень... Обучение на гуманитарных специальностях, может быть, там вот в меди ты училась по-другому, вы не проводите прям по сто часов в неделю вместе. Не, не проводите. Вот. Потому что я знаю, что медики, актёры, они там прям живут какой-то нездорово-созависимой группой, чтобы дойти до конца обучения. Ну, с актёрами точно, с медиками мне казалось так. Ну, не настолько. Вот. Но, тем не менее, у тебя есть свобода, у тебя больше свободы личной. Ты не приходишь домой, и тебя там не пилят родители за каждую, ты дневник не показываешь каждую неделю. Да, да, да. И вообще, обучение в УЗИ, ну, как бы, офигенным, кажется, после школы, потому что ты себя чувствуешь невероятно свободным. Так что там такого нету. А вот в армии вы запертые, вот, в буквальном смысле, а в тюрьма это ещё и, как бы, должно на тебя давить. Это как наказание. Угу. Предлагаю почеку. Вот хочется немного ещё затронуть про, скажем так, вышестоящих людей, да. Всё-таки мы говорим про школьный буллинг, и хочется поговорить про учителей. О, да. Что, да. Потому что есть буллинг от учителей, это большая проблема. Особенно, когда они хотят вызвать реакцию у других одноклассников твоих, подсмеиваясь над тобой, и они как будто ожидают, ну, посмейтесь над ним. А ещё бывает просто неадекват. Вот у тебя в прошлый раз не было, когда мы говорили о школьной литературе, позапрошлый раз, прошу прощения, меня в угол в 11-м классе два раза поставили на литературе. За что? За неправильное мнение. Ужас. В угол? Да даже неважно, за что, в угол. В 11-м классе! Это просто третий, четверть, четвёртый, 11-го класса. Ещё бы на горох тебя поставили, коллеги. Ну, если я поставил на горох, я встала и ушла просто. Я уже была достаточно к 17-ти годам самостоятельная, но просто это... Дичь, вспомните, как на вас кричали учителя, как на вас обижали учителя, говорили, что ты ничего не добьёшься, ты тупой, даже не пытайся. Это же тоже буллинг, причём... Да. О, в моей школе, в моей школе, не буду называть номер, если нас внезапно кто-то слушает из Улан-Удэ, и вы учились в этой школе, вы поймёте. Есть жёсткое деление после 7-го класса, в этой школе, где я проучилась дольше всего. Один класс делят... Вообще школа очень маленькая, с всех классов до 8-го по одному, а потом с 8-го вас делят на 2 класса и набирают чуть-чуть новеньких. И вы делитесь на гуманитарные классы, математические. И идёт уже психологическое давление тема, что математики круче, а все гуманитарные тупые, естественно. Да-да-да. Добро пожаловать в Макдоналдс, да, как вы говорите? И несмотря на то, что ты вроде должен как бы усиленно изучать гуманитарную программу, а там она сильно, тебя всё равно сваливают кучу математики и физики, потому что, да мы вас знаем, вы всё равно пойдёте в сын экономистов, типа вся фигня ваша гуманитарная. Но это ладно. В мат-классе намного всё хуже, потому что в этой школе преподавала... Передаю привет своим одноклассникам, своей лучшей подруге, которая училась в этом классе. У них очень длинные уроки математики. У них могло быть по... Ну, представьте, в школе подряд часов 6 без перерыва занятия математикой. Это нарушение всех вообще законов. Но преподавательца приходила специально из вузов, все ей клонялись ножки. И, ну, она, конечно, жёстко их очень учила. Им задавали домашнее задание, там, знаете, со страницы по страницу. И это на, там, день-два. Ну, то есть это было очень жёстко, и им не разрешалось даже в туалет выходить за эти 6 часов, то есть почти. Более того, она линейкой их била, таскала за уши, кричала на них, унижала их, и все были безумно рады, что как же здорово, что вы попали к этой преподавательнице, у неё такие сильные уходят студенты потом. А я смотрела на это всё ещё, учащаясь параллельно, в другом классе, где там тоже не без проблем, но я была в ужасе и шоке, потому что я уже тогда понимала, что это вообще ненормально, и если бы меня таким образом учили гуманитарным предметом, который я любила, типа истории, я бы её на всю жизнь безненавидела. Но, по-моему, у них был Стамгольский синдром. Очень похоже на то. Нет, на самом деле, нам же вбивают в голову то, что учитель всегда прав. Вот всё, что делает учитель, это на благо ребёнка. Он вам говорит, он вас обзывает, не потому что он вам плохого желает, он хорошего вам желает, он хочет вас мотивировать. Но это не мотивация, давайте честно. Это просто буллинг от учителя. И он просто оказывает на вас психологическое насилие, унижая ребёнка. Кстати, я просто хочу здесь немножечко встать на защиту некоторых учителей, потому что мы часто за последнее время говорим, что неправильное образование, плохие учителя, всё прочее. Ну, я в прошлый раз защищала учителей. Да, хорошо, ты защищала учителей. Так вот, а вы замечали, что находится в школе, ну, вот, по крайней мере, ты, наверное, замечала, Лиза, спустя столько школ, что есть какой-то учитель, который, ну, охренительный, ну, он круто обучает, и он не в почёте у других учителей. Да, они его булят. И при мне ушло несколько, в разных школах при мне уходили такие классные учительницы и учителя, потому что они выделялись, потому что они хотели... У меня сейчас есть подружки-учительницы, привет, если вы меня слушаете, Варя и Олеся, и они жалуются, что у них конфликты с другими учителями, потому что они пытаются им объяснить, что нельзя нарушать права ребёнка, и у них из-за этого конфликт. Потому что тётя-мать, мотя... И, конечно, тут ещё, конечно, стоит вспомнить, что некоторые учителя оказываются под буллингом со стороны учеников, и такое бывает. Да, конечно. То есть школа — это ад. Что с ним делать? Давайте отдадимся. А как? Давай вот, теперь мы должны сказать, что делать? Ну что, бахнем чайку. Что делать? если тебя буллит, или что делать, если твою младшую сестру или ребёнка? Я думаю, у наших слушателей есть дети, буллит в школе. Как это распознать? давайте расскажешь нам, что вообще, как это делается, а мы расскажем с Аланом, как мы пытались уйти от буллинга. Ну, начну, пожалуй, с того, как заметить, что ребёнка буллят, или младшего брата сестру. Дело в том, что у ребёнка всегда появляются какие-то сигналы, он подаёт сигналы. Это может быть... Он может говорить об этом, то есть намекать на это, что вот там, да, ко мне плохо относятся. И многие взрослые просто игнорируют это, потому что, ну, детские проблемы, они такие незначительные кажутся, но игнорировать это безусловно нельзя ни в коем случае. Детские проблемы серьёзные проблемы для самого ребёнка. Более того, у ребёнка могут появиться другие симптомы, допустим, неврологического характера. Он... У него могут появиться тики, заикание, энурез, то есть всё, что угодно. У меня гастрит появился в самый разгар буллинга, до сих пор с ним живу. Вот, то есть это уже сказывается, то есть настолько ребёнка стресс хронический, что это сказывается именно на теле, то есть на соматике человека. И это тоже нельзя пропускать, то есть кажется, ну, ребёнка тик, может, от уроков устал, математика надоёла. Нет, математика не может, настолько надоест. Но если она настолько надоёла, надо задаться вопросом. Безусловно, да, это точно. Что с учителем не так? Да, всегда вот такие маленькие сигналы, что-то не так. У ребёнка плохой аппетит, он плохо спит, то есть всё вот это надо замечать. Он не хочет идти в школу. Если ребёнок говорит, я никуда не хочу идти, пускай лучше он один день посидит дома и поговорите с ребёнком, что не так, чем заставлять его игнорировать его проблемы и потребности. Соня, такая глупая, всё виноваты в компьютерные игры. Я забыла, с интернета у меня есть. Интернет, компьютерные игры, комиксы, вот это всё виноваты на самом деле. И аниме. И аниме, да, ваши китайские порномыльщики. Как недавно запретили там. Аниме, да. Всё, теперь всё будет хорошо в российской школе. Ну, я надеюсь. На самом деле, так как у нас, на нас эта травля сказывается как понижение самооценки в первую очередь, то есть жертва, она всегда обладает низкой самооценкой, заниженной, причём порой это неадекватно, заниженная самооценка, то необходимо формировать эту самооценку. То есть родителю надо там сесть с ребёнком и прописать там, какие у тебя есть качества, ты такой, 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 чтобы ребёнок видел у себя перед глазами этот листочек с тем, какой он хороший. Это выглядит как что-то простое, что-то, возможно, даже глупое, но это очень важно. Когда ты видишь перед собой все свои достижения, ты о них не забываешь. То есть ты помнишь, что ты хороший, то есть ты повышаешь себе самооценку. Но это что делать, скажем так, если уже есть последствия самого буллинга. Что делать вот родителю, если ребёнка буллит? Безусловно, эта система, значит, то есть это проблема во всей школе, во всём классе. И необходимо привлекать к этому учителей. То есть надо оказывать давление на детей. Ну, не давление, а как бы оказывать влияние на ситуацию, которая сложилась с детьми. Обязательно надо приходить в школу, разговаривать, разговаривать с родителями, учеников, которые сами являются агрессорами. То есть это необходимо регулировать на более высшем уровне, чем сами дети могут отрегулировать. Ну и, конечно же, учить ребёнка выстраивать свою позицию. То есть, во-первых, не реагировать на буллинг, как я вам сказала, то, что агрессоры могут успокоиться, если не видят реакцию. Выстраивать то, что... проговаривать себя в голове, что я хороший, если особенно оскорбляют ребёнка, что нет, это всё не я. Они говорят про себя, то есть как отзеркаливать это, их слова. То есть они всё говорят про себя, я не такой, это всё абсолютно ложь. То есть выстраивать ребёнку, чтобы он сам самостоятельно выстраивал образ себя у себя в голове, чтобы не кто-то ему говорил, каким он является, и он верил, а учить ребёнка выстраивать здоровую самооценку, которая основана на его мнении о его достижениях и неудачах. И не позволять другим детям слишком давить на это и, скажем так, изгонять самостоятельную позицию ребёнка. А не проще школу поменять, если всё плохо? Ну, оно как бы может помочь. Если в школе действительно происходит такое, что учителя считают, что это нормально, что это просто социализация так у детей проходит, ещё и сами начинают булить, и действительно токсическая очень обстановка в школе, то я бы советовала менять школу, причём подходить к этому здраво, то есть смотреть на обстановку и разговаривать с учителем, то есть смотреть, как учитель к этому ко всему относится, что происходит в школе вообще. Мне кажется, надо ещё дополнительно, если менять школу, дополнительно всё равно с ребёнком. Да, безусловно. Безусловно, с ребёнком всё равно надо проработать про самооценку, про личные границы, про всё остальное. Просто у меня подруга, она очень просила, чтобы ей поменяли в школу, но ей сказали, это самая хорошая школа и лучше мы не найдём, но она сейчас, вот спустя 10 лет, считает, что если бы её перевели в другую школу, всё было много лучше. То есть у меня вопрос, а когда стоит прислушаться, когда ребёнок просит поменять в школу, это какая-то блажь или когда это серьёзно, или это всегда серьёзно? Давайте честно, если ребёнку что-то не нравится, на это чаще всего есть обоснования. Ну то есть, когда ребёнок подходит к родителю и говорит, я хочу поменять школу, надо обязательно послушать, почему он хочет это сделать. Может быть, там, я не знаю, какие-то отношения такие закончились первые у ребёнка, да, с кем-то, тогда мы будем просто, да, разговаривать по тому, как выстраивать отношения. Если ребёнка затравили в школе, его унижают, он понимает, что качество материала просто отвратительное, там, что он не получает ничего хорошего и полезного в школе, то, конечно же, надо к этому прислушиваться. Но всегда, ещё раз скажу, всегда надо разговаривать с ребёнком и слушать, что ему не нравится, почему ему это не нравится, и искать вместе с ним какие-то решения из этой ситуации. Предлагаю почеку. Хорошо, а если тебя травят, что делать? Я видела много комментов, что нас слушают школьники, потому что под животрепещущей темой... Школа лооо. Да, школа, привет всем школьникам. Привет, типа, зумеры. Просто я читаю комментарии, я тот самый человек, который у нас тут читает комментарии к подкастам, под животрепещущей темой про школьную литературу писали, ну, в общем-то, подростки, я понимаю, ребят, которые в школе учатся, девочки, мальчики, вот что делать им, если они вдруг оказались в ситуации буллинга? Понятное дело, что из армии ты не сбежишь, но что делать? Во-первых, понять, ну, это довольно-таки тяжёлый процесс, но понять, сможет ли человек справиться с этим самостоятельно, то есть насколько ему хватит энергии, внутренних сил для того, чтобы противостоять агрессорам условно. Если нет, то никогда не надо стесняться, и это не слабость никакая, просить помощи. Надо всегда понимать, что просить помощи – это ни в коем случае не слабость, то есть родители, они могут выслушать, они могут помочь, учителя, то есть кто-то вышестоящий, кто может, скажем так, имеет уважение среди детей. Ну, если это, конечно же, невозможно, либо, допустим, если человек понимает, я могу, у меня есть ресурсы, чтобы противостоять этой агрессии, то он должен выстраивать свои личные границы. То есть, во-первых, никогда не реагировать на агрессию агрессией, никогда не начинать там стараться скрывать свои какие-то подавленные эмоции, то есть хочется иногда плакать, иногда что-то, какую-то реакцию яркую выдать, необходимо это, скажем так, подавлять именно на момент самой реакции. Если мы хотим, чтобы агрессоры от нас отстали, и причем быстро, нам необходимо сохранять спокойствие в этот момент, то есть мы должны показать агрессорам, что нам все равно, что они говорят, нам не важно их воздействие, то есть минимум реакции, они, возможно, отстанут. Безусловно, выстраивать свои границы, то есть проговаривать про себя, что у меня есть достоинство, меня оскорбляют, но это не про меня абсолютно, у меня есть свое мнение насчет, того, кто я есть. То есть их мнение для меня не важно, то есть выстраивать свои границы личные, и я, конечно же, понимаю, что детям, подросткам тяжело выстраивать личные границы, потому что у них, скажем так, личность, она еще находится в таком изменении, она еще меняется, и я все-таки скажу, что если вы понимаете, что вам необходима помощь квалифицированного специалиста, никогда не поздно обратиться к психологу, который поможет. Есть множество специалистов, которые занимаются с подростками, которые помогают им выстраивать свои личные границы, свою самооценку и помогают, скажем так, убрать патологический этот эффект от травли, буллинга и психологического насилия, которое на них воздействовало очень долгое время. Ух. Ух, да. Да, мы все правильно, Ладдевси Прот так делал. Ух, я... Нет. Я тоже. Я просто сейчас в такую ностальгию ушел. Да, я тоже такая прям призадумалась, придавила меня. Но я решила проблему эскапизмом, я тоже игнорировала, стала шутить, наверное, колка в ответ, как на подколки, на шутки. И, думаю, меня очень хорошо поддержало то, что я завела себе друзей вне школы и как-то не была так привязана в школе именно в том плане к социуму школьному. То есть, я... Ну, то есть, не была настолько на 100% привязана, у меня были друзья вне школы, такие тусовки вне школы, увлечения свои, ну, в общем-то, это мне помогало. Так что, я думаю, вот такая история, когда у тебя есть люди, которые тебя ценят, уважают, поддерживают вне коллег, ну, вне однишечного коллектива, это вот то, что тоже может очень сильно помочь, потому что ты понимаешь, что просто вот тут, ну, как бы, твои одноклассники дураки, типа, ну, что тут поделаешь. Вот, а у тебя, слушай, слушай, ну, на самом деле, опять-таки, из-за того, что, наверное, было много историй, много ситуаций в жизни, я после 9 класса, тогда мне было 15 лет, я как-то настолько абстрагировался от всего, то есть, все эти переживания, либо, мне кажется, я замкнулся очень сильно внутри себя, и настолько, что я внушил себе, что да вообще пофигу, и я где-то прочитал фразу, я не помню где, там было, до сих пор ее использую, не боишься показаться дураком, а дурачишь кого угодно, и я такой, а как раз надо было переходить последний, последний год экстрената, я думаю, а давай-ка я попробую, и весь этот год я прикидывался дурачком и наблюдал, как мне сходит с рук абсолютно все, то есть, да, мне все такие, а блин, блин, это Алан, это Алан. Если пор так делай, если это необходимо, ты учишься таким навыком, что если это необходимо, это действительно работает, и мне учителя оставили там нормальные оценки, там если я что-то забывал или еще что-то, я делал это намеренно, я ни над кем не издевался, но и надо мной никто не издевался, потому что, это Алан, что над ним издеваться, я был таким шутником, шутом, без, мне не было обидно, я решил просто проэкспериментировать, это был офигительный год, поэтому, с моей стороны, я хочу, типа, рекомендовать это, попробовать абстрагироваться внутри себя, что, рано или поздно это кончится, нет, потом тебе через 10 лет напишут, Лиза, у нас встреча выпускников, я такая, боже, пожалуйста, скажите, передайте, что я просто умерла, да, еще я хочу порекомендовать родителям, если они нас слушают, я настолько умело прятал свои эмоции и чувства, что никто из моих родителей никогда не знал, что у меня плохо, либо они не хотели это видеть, но я сомневаюсь, что они прям, у меня не такие там плохие родители, у меня хорошие родители, но я вот настолько умело все это скрывал, что все думали, все хорошо, от самого первого класса до последнего, все думали, что все абсолютно хорошо, и я такой, ха-ха, и рубаха парень, и со всеми у меня отличные отношения, поэтому, если, даже вы, если вы не думаете, что все хорошо, лучше говорить со своими детьми, постоянно. Доверительное общение крайне важно в семье, чтобы каждый из членов семьи мог по-настоящему высказаться, сказать, что у него на душе, что его беспокоит, это очень важный навык, я бы даже сказала, в каждой семье и в каждых отношениях. Ух, мы с вами такую тему закончили сегодня, прямо буллинг в школе, я хотела только добавить, ладно, начинала эту тему, что люди продолжают себя вести подобным образом, потом на работе, в коллективе, еще где-то, и вот эти паттерны, они сохраняются, так что, если вы пережили буллинг в школе, обязательно обратитесь к психологу, ну, и проработайте эти проблемы, потому что они будут вас мучить, они будут появляться в каких-то мелочах, в каких-то моментах, особенно связанных с отношениями, с людьми дружескими, романтическими, они могут вам помешать, и выстраивать отношения с коллективом, в УЗИ, потом на работе, они тоже могут вам помешать, поэтому, если вот вы послушали нас, и там чек-лист, уже, ну, что точно, да, я был жертвой буллинга, это вам поможет, если же вы были наблюдателем или жертвой, вам все равно тоже стоит сходить в психологу, потому что я вот слышала истории о том, как люди потом писали, извинялись людям за то, что они в школе делали, то есть это вся такая коллективная вина, которая на всех лежит, я думаю, если даже не психологом, то самим собой это все проработать, прорефлексировать очень нужно, я надеюсь, наш подкаст вам как-то в этом поможет. — Да, я согласен. Мастер, мастер завершать. — Алан просто снова ушел в себя, как в 15 лет, вернусь нескоро. — И как в том меме, только я без мата скажу, я такая же фигня. — Да, да, алдовые мемы для вас. — Да, так вот, будем завершать, спасибо большое Лизе, спасибо большое Софе, что поговорили с нами об этом. Итак, друзья, мы по вашим многочисленным просьбам убрали, скажем так, рекламный момент с начала подкаста, но сейчас не мотайте, не нажимайте кнопку выключить, подождите, обязательно ставьте лайки, пишите, ставьте пальцы вверх и на Apple подкасте, на Яндекс.Музыке, на Дизеле, на... — Кастбоксе. — Кастбоксе. — А с Google подкаста. — Google подкаста. — Где нас только нет. — Везде. — Отзывы пишите. — Пишите отзывы, пожалуйста, нам очень важно ваше мнение, и не только, Лиза, ты читаешь эти комментарии, я тоже их читаю. Я просто не афиширую это. — Да, да. Да, просто не афишируешь, мы поняли, конечно. — Но мы, видите, мы прислушались, мы убрали рекламу в конец подкаста, поэтому, пожалуйста, пишите, говорите. И, знаете, вот после этого подкаста я бы хотел прочитать от вас, была ли травля в вашей школе, по-любому была. Как вы с этим... На какой стороне были вы, и как вы с этим работаете? — Как вы с этим живёте вообще? — Как вы с этим живёте? — Да, что вы думаете? Может быть, вы тоже думаете, что нет, это закаляет сталь, и вот так и нужно. Мы ждём ваших мнений. Спасибо большое. Если вдруг вы захотите проэффективировать что-то сами, у нас есть замечательный курс в психологии, потому что напоминаем, что это подкаст от правого образовательного проекта. — Образовательного проекта. — Правого облушария интроверта. У нас огромное количество курсов психологии, которые ведёт в том числе и наша прекрасная Софья. Так что спасибо вам большое. — Спасибо большое. — До следующей недели. — Пока-пока. — Пока-пока. — Субтитры сделал DimaTorzok